Здарова, с тобой Гар. Это первое видео из серии про лор и сюжет игры Battlefield 2042. В нем мы разберем специалистов класса поддержки и штурмовиков, кто они такие и почему они участвуют в войне. Ну и конечно же ставь лайк, подписывайся на канал и пиши комментарии, как тебе сюжет в 2042. Как только мы соберем 100 лайков, я сделаю продолжение, где расскажу про остальных специалистов. Поддержка. Кимбал ирландец Грейвс. Дата рождения 4 января 1988, 54 года. Место рождения Бруклин, Нью-Йорк, США. Разговорные языки, родной английский, национальность, американец. Кимбал Грейвс из района Истфлетбуш, Бруклине, Нью-Йорк. До 2020 года у него есть семья, состоящая из жены и троих детей. Он ходил в среднюю школу Джорджа Вест-Юнгуаза в центре Бруклина. После окончания школы он вступил в корпус морской пехоты США. В конечном итоге был назначен в отряд Том Стоун. Когда Клейтон Паковский присоединился к Том Стоун за год до войны 2020 года, Грейвс уже получил прозвище Ирландец и относился к Паку как к младшему брату. В детстве Ирландец благотворил своего дядю. Пара сформировала прочную связь во время многочисленных проходов в северную часть штата Нью-Йорк, где мальчик получил важные уроки о том, как усердно работать и поступать правильно. Но прежде всего о том, что жизнь нужно прожить без гребанных сожалений. Ирландец вступил в корпус морской пехоты и показал себя очень способным солдатом в ряде международных миссий. Он был определен в специализированное подразделение под названием Том Стоун Сквад и преодолел свою давнюю алкогольную зависимость, чтобы заслужить свое место. Отряд был одним из самых жестоких подразделений в вооруженных силах США, и его призывали только для самых сложных миссий. Одна из последних операций включала в себя переворот в Китае и почти предотвращенную мировую войну, которая оставила Ирландца озлобленным из-за потери его соотечественников. Травма вызвала полномасштабный рецидив, поскольку Ирландец напился до смерти, потеряв при этом жену и детей. Только когда он воссоединился с Рекером, старым приятелем из Том Стоун Сквад, он отошел от края пропасти. После выздоровления Ирландец снова присоединился к корпусу во время Великого Кризиса. Суровые климатические явления разрушили целые страны и вызвали массовую миграцию. Термин «непрекаянный» был присвоен беженцам без гражданства. И по мере того, как их число росло в геометрической прогрессии, Ирландец потерял веру в Америку, поскольку она отвернулась от тех, кто больше всего нуждался. Примерно в это же время он встретил Рафаэлу, участницу коммунитарной организации из Южной Африки, возглавляемой харизматичным лидером непрекаянных по имени Ос. Ирландец присоединился к нескольким ее экспедициям, и отношения расцвели. Когда он узнал, что они ждут своего первого ребенка, он подал документы и был уволен из морской пехоты. Когда Рафаэла находилась в больнице на плановом обследовании, в 2040 году наступил блэкаут. Коммерческий самолет врезался в больницу, погибли сотни людей, включая Рафаэл. Ирландец был опустошен и нашел маленького мальчика Амара, который остался сиротой из-за этого инцидента. Он поклялся оберегать мальчика и неофициально усыновил его как своего сына. Теперь полностью сосредоточившись на нуждах непрекаянных, Ирландец связался с Озом и предложил помощь. Он был назначен командиром исхода спасательного судна для беженцев и корабля для развертывания. На борту находилась элитная оперативная группа, которая проводила тайные операции для продвижения дела непрекаянных. Но по мере того, как методы Оза становились все более экстремальными, Ирландец больше не мог слепо следовать приказам. Переломный момент наступил, когда лидер непрекаянных стянул США и Россию в войну. Ирландец знал, что Оза нужно остановить. Оза не успокоится, пока это не произойдет. Под влиянием пережитого в 2020 году Ирландец в конце концов покидает корпус морской пехоты и усыновляет сына по имени Амар, которому к октябрю 2042 года исполнится 7 лет. После того, как массовые глобальные катастрофы середины 21 века привели к пересечению более 1,2 миллиарда человек, Ирландцу напоминают о его опыте с беженцами Шанхая. Желая укрыть как можно больше невинных людей от войны, Ирландец становится специалистом по непрекаянным. В конечном итоге став капитаном эсминца МФС-04 Исход класса Арлиберг и его оперативной группы непрекаянных. Амар оставался с ирландцем на борту корабля, когда он путешествовал по миру со своей миссией. К августу 2042 года Ирландец начал сотрудничать с воинствующим лидером непрекаянным, известным только как Оз. Полагая, что непрекаянным нужно объединиться в единое целое, чтобы занять реальное место в мире, хотя он часто не соглашался с походом Оза к делу. По приказу Оза Ирландец доставляет Исход и нефтяной объект чистая нефть на земле королевы МОД Антарктида, чтобы спасти некоторых специалистов Оза, оказавшихся там. После обмена предупредительными выстрелами с русскими на объекте, Ирландец успешно извлекает специалистов, которые присоединяются к его целевой группе на борту Исхода. Во время миссии по освобождению порта Фритаун в Сьерра-Леоне с 200 беженцами на борту, с Исходом связывается Оз, который приказывает Ирландцу отправиться в затопленный Лондон, Англия. Там Ирландец ходит в город один, чтобы встретиться с контактом информации, важной для Оза. Контакт убит неизвестным стрелком. Вскоре после того, как Ирландец его находит, открывая ответный огонь, Ирландец ранит нападавшего и обнаруживает, что это бывший товарищ по команде Tombstone, Клейтон Паковский. Вернув портфель контакта, Ирландец возвращает Пака в Исход в качестве заключенного, чтобы оказать медицинскую помощь. Затем Оза направляет Ирландца к набору координат в Средиземном море, где три кондора с людьми Оза заберут портфель. Приближаясь к месту, 20 октября 2042 года Ирландец навещает Пака в медицинском актеке, где он все еще прикован наушниками в кровати. Пак обвиняет Ирландца в предательстве за то, что он взял деньги у Оза за работу. Но Ирландец заявляет, что он обеспокоен только беженцами на борту корабля, на котором теперь находится Пак. Пак предупреждает, что информация, которую хочет получить Оз, позволит ему начать еще одну глобальную войну и что Ирландец не может ему ее дать. Что Ирландец игнорирует и быстро покидает медицинский отсек, говоря, что он уже знает, за что сражается. Однако на мосту Исхода технический специалист на Винрао получил доступ к содержимому портфеля, вопреки желанию Ирландца, обнаружив, что в нем содержится информация о будущем месте падения американского спутникового оружия, которое упадет с орбиты через 36 часов. Понимая, что Пак был прав и что Оз планирует передать разведданные русским, чтобы развязать войну с американцами, Ирландец решает, что он не передаст разведданные, поскольку Кондоры начинают приближаться к Исходу. Чтобы уклониться от них, Ирландец направляет корабль в центр близлежащего тропического шторма пятой категории. Кондоры бросаются в погоню, а Оз разгадал предательство Ирландца. Боевые корабли открывают огонь по Исходу, и когда они входят в шторм, начинают размещать войска на палубе корабля. Ирландец покидает мост с портфелем, чтобы помочь своей оперативной группе отбиться от нападавших. Два Кондора сталкиваются друг с другом из-за штормовых ветров и уничтожаются. Но оставшийся Кондор продолжает обстреливать Исход, поднимая ракету FXM-33 Anti-Air, разброшенную упавшим специалистом. Ирландец пытается сбить Кондор, но его прогоняют с верхней палубы корабля выстрелами. Тяжело приземлившись на нижнюю палубу и на мгновение оглушенный, Ирландец поднимает глаза и видит, что один из солдат Оза держит Амара на мушке. Оз связывает с ирландцем через его головной убор. Выражая свое разочарование и угрожая убить Амара, если Ирландец не передаст информацию, Ирландец протягивает портфель через палубу солдату, говоря Озу, что миллионы непрекаянных погибнут в перекрестном огне его войны. Оз оправдывает это как цену за новый мир, и солдат готовится убить Амара. Прежде чем он может нажать на курок, Пак стреляет в солдата с верхней палубы, спасая Амара, но подставляя себя Кондору, который стреляет в Пака и убивает его. Спрятав Амара за транспортным контейнером, Ирландец хватает упавший FXM-33 и уничтожает Кондора. Позже Ирландец находит тело Пака и забирает его жетоны. Опечальный смертью своего друга Ирландец обнаруживает, что солдат, которого застрелил Пак, успел отправить информацию Озу перед смертью. Оз связывается с Ирландцем в последний раз, говоря ему, что история запомнит это. А Ирландец заявляет, что он тоже запомнит, прежде чем выбросить свой наушник. Ирландец направляет исход к месту катастрофы в Дохе, Катар, и призывает всех быть там через 36 часов и быть готовыми к бою. По пути в Доху Ирландец объяснил журналисту непрекаянных Кайвану Бичиру, который ранее освободил Пака из медицинского отсека, почему он отвернулся от Оза, полагая, что война Оза уничтожит непрекаянных вместе с американцами и русскими. Мария Фальк. Дата рождения 20 апреля 1984, 58 лет. Место рождения Кёльн, Германия. Разговорные языки родной немецкий, национальность немка. В детстве Фальк была вынуждена изучать медицину после того, как увидела, как ее отец проиграл битву с раком. Конфликты начала 2000-х годов на Ближнем Востоке сократили ее образование, заставив ее поступить на службу в немецкую армию, где она прошла подготовку в качестве боевого медика. После туров в Ираке и Афганистане она вернулась домой и была назначена в подразделение быстрого реагирования, где принимала участие во многих совместных миссиях с европейскими союзниками. Несмотря на блестящую карьеру, Фальк решила уволиться из армии и закончить учебу. В конце концов, она получила высшее образование и стала уважаемым хирургом-травматологом в одной из самых престижных больниц Кёльна. Одинокая, но стремящаяся создать семью, Фальк прошла процедуру ЭКО, чтобы родить ребенка. Ее шансы на успех были невелики, но она выстояла и после многочисленных раундов в течение многих месяцев, она наконец забеременела и родила сына Дэвида. Счастливая и реализованная в своей жизни и карьере, она могла только наблюдать, как остальной мир погружается в хаос. Она сделала все возможное, чтобы защитить своего сына от разворачивающегося ужаса войны и разрушения окружающей среды. Но когда Германия рухнула, у нее не было выбора, кроме как научить своего ребенка защищать себя. В 18 лет Дэвид присоединился к одному из немногих оставшихся ополченцев Германии. Несмотря на ее страхи, Фальк дала ему богословение, когда ее сын сражался за восстановление своей страны. Но через два года он был объявлен пропавшим без вести. Обезумевшая Фальк отказывалась верить, что Дэвид мертв. И найти его стало ее единственной целью. Она потратила все деньги, которые у нее были на поиски зацепок и оплату информации. Но это было безнадежно. Так было до тех пор, пока она не получила анонимное сообщение о том, что Дэвид жив. Источник был неприкаянным. Единственной надеждой Фальк найти его было присоединиться к неприкаянным. Была информация, что корабль Исход, не подлежащий проверке, в настоящее время путешествует по Рейну. Ходили слухи, что они набирают людей. Фальк знала, что такому кораблю всегда нужен хирург. Константин Ангел Ангель. Дата рождения 18 июля 2005, 37 лет. Место рождения Плоиште, Румыния. Разговорные языки родной румынский, русский, английский. Национальность румын. Родившийся в семье автомеханика, Ангел возился с автомобилей с раннего возраста, обычно в попытке увеличить их скорость. Признавая мастерство своего сына и решив обеспечить его безопасность, его отец позволил ему поработать над старым двигателем-истребителем времен Второй мировой войны, которым он давно пренебрегал. Спустя несколько лет Константин полностью восстановил движок, а также добавил несколько своих личных модификаций. Но без ведома своего отца он припрепил его к шасси старого самолета. Это был короткий испытательный полет, который закончился тем, что подросток едва спасся. Инцидент, который принес ему прозвище Ангел. В молодости Ангела привлекала военная служба и возможность управлять одними из самых современных машин в мире. Он вступил в военно-морские силы Румынии, и хотя конфликты и война во многом уменьшили его оптимист, свидетельством характера Ангела было то, что он никогда не терял надежды, что однажды сможет изменить ситуацию и все исправить. Поскольку Румыния была охвачена великим европейским кризисом, Ангел испугался за безопасность своего отца и вернулся домой в отпуск. Граждан эвакуировали в крупные поселения за пределами крупных городов, но отец Ангела отказался идти, его мастерская была его жизнью. Им придется убить его, прежде чем он покинет ее. Ангел умолял, но это было бесполезно. Вместо того, чтобы сражаться, Ангел предложил им провести свой последний день вместе, ремонтируя старую машину. Это было как в старые добрые времена. Это был последний раз, когда он видел своего отца живым. Вернувшись на службу, корабль Ангела выполнял обычную спасательную миссию, когда он был потоплен вражеским судном без опознавательных знаков. После нескольких дней одиночества в спасательной шлюпке с ограниченным запасом еды и воды, он был спасен исходом МФС-04. Это была случайная встреча, поскольку у корабля возникли проблемы с двигателем, которые привели в замешательство рабочих на борту. После выздоровления Ангел присоединился к ремонтным работам и сыграл ключевую роль в возвращении корабля на прежний курс. Он всегда надеялся, что сможет что-то изменить и исправить. С непрекаянными у него, наконец, есть свой шанс. Штурмовики. Вебстер Маккей. Дата рождения 27 мая 2006. 36 лет. Место рождения. Cold Lake, Канада. Разговорные языки. Родной английский. Национальность. Канадец. Маккей родился на канадской военной базе, где его отец служил офицером. Его мать была отсутствующей фигурой на протяжении большей части его детства и проводила долгие периоды в больнице для лечения тяжелой депрессии. Военная жизнь означала, что семья никогда не оставалась на одном месте дольше пары лет. Таким образом, Маккей стал во многом полагаться на единственную константу в своей жизни – своего отца. Вместе они образовали нерушимую единицу. В 18 лет Маккей последовал желанию своего отца и поступил на военную службу, где преуспел в обучении выживанию и стрельбе. Он поднялся по служебной лестнице и присоединился к объединенной целевой группе 2, развернутой в многочисленных миссиях по руководствам НАТО в Восточной Европе. Их основной задачей была ликвидация террористических ячеек, которые использовали обостряющийся кризис в регионе. Именно во время одного из таких туров отец Маккей неожиданно умер от инсульта. Тяжелая утрата потрясла сына до глубины души. Внезапно все, что он делал, все, чем он был, напомнило ему о его потере. Это было слишком тяжело вынести. Он уволился из армии, продал то немногое, что у него было и уехал в тихий уголок земного шара, в конце концов обосновавшись в Перу, где работал горным гидом. В течение семи лет Маккей держал мир и все его проблемы подальше, но в конце концов они нашли его. Коррумпированное военизированное подразделение начало действовать в этом районе и нацелилось на группу непрекаянных мигрантов. Конфликт был неизбежен, как и открытие старых ран. Решение Маккей было быстрым и суровым. После того, как угроза со стороны военизированных формирований была устранена, он решил помочь мигрантам пересечь границу и найти пункт назначения. Печально известное судно без пропуска и безопасное убежище под названием «Исход». Маккей увидел обещание нового мира на борту этого корабля, который дал ему надежду тот, кого нужно защищать. Сантьяго Дозер Эспиноза. Дата рождения 8 октября 2014, 28 лет. Место рождения Чувауа, Мексика. Разговорные языки, родной испанский, английский, национальность мексиканец и американец. Дозер вырос в Мексике в семье рабочих мигрантов. В возрасте 10 лет он и его семья предприняли опасное путешествие в Техас и поселились в Эль-Пасо, чтобы устроить свою жизнь. На протяжении всей своей юности Дозер боролся со своей идентичностью, не зная, кому он действительно принадлежит. Когда он обнаружил, что армия США предлагает шанс получить гражданство, он присоединился и завершил свой первый срок службы в 20-й группе спецназа, развернутой в Латинской Америке. Во время своего пребывания там он стал свидетелем первых признаков надвигающегося климатического кризиса, поскольку береговые линии начали исчезать. Его команда участвовала в эвакуации нескольких прибрежных городов, за что он получил пурпурное сердце и медаль армии за примерное поведение, за безупречный послужной список. Эти похвалы побудили Соком подготовить его к руководству команды, но его жизнь и карьера были перевернуты, когда он был уволен и лишен американского гражданства из-за глобального иммиграционного кризиса. На волне ажиотажа в СМИ даже некоторые из его собственной команды отвернулись от него, когда его депортировали обратно в Мексику. Дозер переехал в Сальвадор, где использовал навыки, полученные в армии США, чтобы работать оружейником. Его опыт показал, что он регулярно нанимался наркокартелями для вооружения их персонала. Работа была опасной, но хорошо оплачивалась и помогала ему содержать свою жену Изабелли Спинозу и их двоих детей Ракели Рафу. Но как только он начал строить свою жизнь, свирепые штормы вынудили его и его семью уехать и укрыться в лагере непрекаяно в Колумбии. Именно здесь к Дозеру подошел ирландец. Он набирал людей для выполнения специальной миссии и об опыте оружейника ходили легенды. Сочувствуя делу непрекаянных, Дозер зарегистрировался и привел свою семью на борт исхода. Со временем это может стать домом тот, кого Дозер будет защищать ценой своей жизни. Эмма Санденс Розье. Дата рождения. Санденс была переведена в большой детский дом в Лионе. Росление было для нее травмирующим периодом, когда она не только сталкивалась с проблемами идентичности, но и справлялась с меняющейся борьбой за власть между другими детьми. Когда она достигла позднего подросткового возраста, Санденс попала в местную Лем Лио. После столкновения с вышибалой из ночного клуба, продемонстрировав способности отличного бойца. Криминальная семья взяла Санденс по свою опеку, научив ее обеспечивать безопасность катарабадных операций организации. Впервые в своей жизни Санденс нашла то, в чем она была хороша, и она преуспела в своей работе. Во время транспортировки грузового контейнера из Туниса судно столкнулось с сильным штормом и было вынуждено причалить, прежде чем добраться до места назначения. Оценив повреждения корабля, Санденс обнаружила, что на судне находилось несколько десятков перепуганных мигрантов, которых пытались продать. Это была черта, которую Санденс не была готова пересечь. Она должна была действовать. После усмирения от товарищей по банде и освобождения заключенных, Санденс сбежала, прекрасно зная, что на ее жизнь будет наложен крест. Она спряталась, ступив в армию земли, где ее боевые таланты были немедленно признаны. На поле боя стало очевидно, что ее мастерство и бесстрашие намного превосходили других солдат. Она была приписана к воздушно-десантной дивизии и наслаждалась адреналином от прыжков с самолета и свободного падения на сотни метров в бой. Пока в Балтийском регионе бушевали штормы, вызывая нестабильность по всей Европе, Франция испытывала нехватку продовольствия и гражданские беспорядки. Когда правительство отозвало весь военный персонал, чтобы помочь держать национальный конфликт, Санденс испугалась репрессий и снова исчезла. На этот раз в рядах непрекаянных. Движение всегда нуждалось в солдатах. К счастью для них, Санденс никогда не отказывается от боя. Рашид Зейн. Дата рождения – 2 октября 2018. 24 года. Место рождения – Новый Каир, Египет. Разговорные языки – родной египетский, арабский, английский. Национальность – египтянин. Зейн родился в Египте во времена большой экономической нестабильности. Поскольку инфраструктура провинции Каир продолжала разрушаться, родители Зейна потеряли работу и в конечном итоге свой дом. В этот период мать Зейна стала активисткой, борющейся за права обычных людей, борющихся за выживание. Зейн часто помогал своей матери рисовать плакаты и присоединялся к ней на маршах. Этот опыт углубил их связь и вдохновил друг друга на преданность делу. Когда у матери Зейна внезапно обнаружили болезнь Паркинсона, его отец принял трудное решение уехать из Нью-Каира в деревню, чтобы лучше заботиться о своей жене. Пришло время другим вступить в борьбу. Зейн чувствовал себя потерянным, и его разочарование росло. Он увидел, как некоторые из его друзей вступили в армию, и к большому разочарованию своих родителей последовал их примеру. Его уверенность и находчивость в обе черты, которые он развивал в детстве, продвинули его по служебной лестнице и привели в Эль-Сака. Жизнь Зейна изменилась навсегда, когда его подразделение было призвано наблюдать за эвакуацией аварийного многоэтажного дома. После завершения эвакуации Зейн бросил вызов своему начальству и вернулся в здание, заявив, что слышит людей, все еще находящихся внутри. Через несколько мгновений здание обрушилось. Спасательные команды в конце концов нашли Зейна погребенным под обломками, используя его тело для защиты гражданского лица. Они оба выжили, но Зейну потребовалась спасительная операция, которая привела к двойной ампутации ноги выше колена. Он прошел интенсивную реабилитацию и начал приспосабливаться к жизни с протезами ног. Не испугавшись, он вернулся в Нью-Каир и стал волонтером в приюте Неприкаянных. Именно здесь он встретил Оза, который увидел в молодом человеке того, кто преодолел экстремальные трудности, сохранив свой дух. Оз предложил Зейну шанс присоединиться к движению Неприкаянных и помочь построить будущее вместе. Он согласился и полетел в Европу, где Оз снабдил его самыми современными протезами и провел интенсивную боевую подготовку, чтобы помочь ему овладеть своим улучшенным телосложением. По указанию Оза, Зейн был размещен на заводе-изготовителе в шведской глуши. Он руководил строительством геоинженерной машины, которая должна была создать новый дом для всех Неприкаянных. Когда американские и российские войска закрыли сеть, раздался призыв защищить обещанную родину Оза. Зейн отвечает и делает свой последний шаг. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пиши в комментарии, хочешь ли ты продолжения. А с вами был Гар, всем пока.